Дедушка прошел всю войну танкистом. Получил звание Герой войны. Бабушка 8 лет. Днем вела хозяйство, а ночью вязала на фронт носки ребятам. Зная судьбу своих предков, я не могу поступить иначе, рассказывает Анна Миронова. В рабочее время она трудится на почте, а в свободную минутку продолжает дело бабушки. Вяжет носки и балаклавы для наших бойцов. Балаклава вяжется в среднем, если не отвлекаться, 4 часа. 4-5. Вот так вот. Носки можно связать тоже за вечер, не отрываясь. Вот я, в принципе, я говорю, вяжу вечером, ночью вяжу. То есть я стараюсь сейчас по минимуму как бы спать, что ли, чтобы максимум вовлечься. Потому что работа на работе, я не могу этим заниматься, так как все равно работать-то надо. А вот в свободное время я по максимуму уделяю вот этому всему. Помогать мобилизованным начала с наступлением зимы. Сначала отправляла продукты, а теперь лекарства, носки, балаклавы, мазь заживляющую, которую, кстати говоря, сама делает. Более чем за два месяца девушка передала на фронт порядка 70 килограммов продуктов, более 30 пар носков, около 10 балаклав и лекарства. Эти бойцы, что на фронте там, они не могут быть не чужими, потому что они отдают свою жизнь не только за Родину, но и за каждого из нас. Поэтому как можно считать их чужими? То есть они героически выполняют свою задачу, они отважные, смелые. В команде единомышленников Анны сейчас семь человек. Поддерживают и муж, и родственники, и даже знакомые. Сейчас девушка просит лишь материалы, лечебные травы и пряжу. Если вы хотите тоже внести свой вклад и помочь тем, кто сейчас защищает нас в зоне специальной военной операции, можете приносить все необходимое в почтовое отделение на Зари-64.